Девушки отдыхают Могли ли вы поверить в это, Ярослав? Ну, я мог поверить, что они будут хорошо выступать, но такого выступления я действительно не ожидал. Я оставил, что Цедек могут когда-то в шестерке. Они уже в тройке. Они уже в тройке, да. Они на три уже опередили тебя. Андрей, твои эмоции по поводу такого замечательного перформанса? Я шокирован, Иван. Я шокирован и действительно шокирован, потому что команда, вышедшая из вайлдкарда, занимает уже минимум третье место. Если я не ошибаюсь, на прошлом интернешнале команда, которая вышла из вайлдкарда, она заняла топ-8, по-моему, или что-то такое. 9-10. И это уже была сенсация. Это уже была сенсация. Это взрыв, потому что ребята с вайлдкарда, кто это такие? Они просто прошли отборы и это самое. Хотя Цедек, наверное, нельзя к ним приравнивать, потому что все-таки это команда, которая неплохо очень доминировала на китайской сцене. Вот таким вот образом я, опять же, говорю какие-то вещи, но не определился ни тут, ни там. В итоге просто какая-то вода. Пожалуйста. Кто еще шокирован? Я очень шокирован. Я смотрю эти игры, я понимаю, что нам еще предстоит игра EG E-Home. Я получаю искреннее удовольствие, глядя на эти игры. Ну, и казалось бы, нету тут вот этих вот близких к сердцу ребят играющих. Никаких вот этих Артизи, Синг-Сингов, Энви. И тут, казалось бы, ребята-то из далекого Китая, но смотришь и радуешься просто доте, которую они показывают. Ты радуешься тому, что Фантом Лансер вторую игру подряд на 10-й минуте делает ультра-кил уже с аквилой барабанами. Радуешься тому, что берут ребята с Сайленсера, понимая, что сейчас такая мета массфайтов, и в этом массфайте, если нажать кнопку, то враги 3 секунды не могут кастовать заклинание, и ты выиграешь этот массфайт. И раз в 130 секунд ты можешь себе это позволить, а враги почему-то не понимают, что в этот промежуток ты можешь драться без проблем. Они дерутся именно по кулдауну. И вот он, Кейси, берет интервью у агрессива. Машина просто агрессива. Фантомыч. Доминирует прямо в интервью русской. Они так поднялись по совокупности как раз не только своей игрой, а вот еще и пиков. Сорву вам. Ранее мы играли... Ну, на самом деле, очень удивились, ребята, потому что ранее играли с LGD и всегда проигрывали. Кейси, Гарри, что очень многие удивляются, насколько быстро вы стали доминировать International после Wild Guard. То есть это для вас самих сюрприз или это такой план, замысел у вас изначально был? Я думаю, что это очень удивительно. Когда мы приехали в Сиатур, я думаю, что мы бойтесь больше, чем больше, чем больше. Мы постоянно вступим. И сейчас мы бойтесь так хорошо. Ну, сам он довольно удивлен. Но после того, как мы приехали в Сиатул, мне кажется, что команда играет все лучше и лучше. В чем ваша сила? То есть как удалось набрать этот импульс, который позволяет продвигаться дальше по турниру, когда на турнире так много команд, которых многие считали фаворитами и намного сильнее. силой нашей команды это очень-очень хорошие файты на начальной фазе игры. И набор героев, которые очень хорошо дерутся в мид-гейме, то есть набор преимущества на вот этих двух ранних, более ранних стадиях и использование его на максимум. Выбрать команду на завтра, предлагает Кейси. Хорошо, если бы так было. Ну, то есть, какие предпочтения? С какой командой хотелось бы встретиться завтра? Они надеются, что будут играть против Ихоум. Да, потому что это будет означать, что Ихоум победили в сегодняшнем матче, и то есть в финале Минроф будет две китайские команды. Сейчас вы уже действительно заслужили свой слот на Интернашнале. Что бы вы хотели сказать всей публике, которая за вас топила, и в том числе и не вашим фанатам дома? Всем спасибо за то, что нас поддерживали всегда, и всем спасибо за поддержку. Поздравляем еще раз. Спасибо, Кейси, за это замечательное интервью. Она, кстати, в конце еще сказала, возвращая слово вам, ребята, то бишь нам. Конечно, нам. Спасибо, Кейси. А кому же еще? Поздравляем еще раз, ребят, как отметили ребята из Вичи Гейминг, не ЦДЕК, а Си-Ди-И-Си. Си-Ди-И-Си, конечно. Си-Ди-И-Си, естественно. Да, да. Поздравляем, ребят, из Си-Ди-И-Си с попаданием в топ-3. Удивительный перформанс, они молодцы. Ну, а LGD отправляется в сетку лозеров. Давайте посмотрим на обновленную турнирную таблицу, узнаем, на кого же падают ребята из LGD. Вот мы видим ЦДЕК, Си-Ди-И-Си, простите. А LGD встретится с победителем пары Virtus.pro против Secret. Этот матч нас ждет завтра. Вы знаете, будучи фанатом команды Virtus.pro или игроком команды Virtus.pro, я бы смотрел с презрением небольшим на эту сетку. А если это была бы какая-то азартная игра, типа, где можно забрать выигрыш и выйти. Кто хочет стать миллионером, а у нас, кстати, турнир похож. И ведь, действительно, ЦДЕК, кстати говоря, Си-Ди-И-Си, уже стали миллионерами, они выиграли 2 миллиона долларов. У них уже несгораемая сумма, уже топ-8. В валюте. В зеленой валюте, да, in green money. В королах. Но у Virtus.pro начинается челлендж, супер-челлендж. Да скажешь это слово, проблемы. Южик Интернешнл у них начинается. Ну, вообще-то говоря, конечно, команда сверху выглядит чуть слабее, но я бы не сказал, что сильно слабее. Потому что те же Вичи Гейминг начинают сейчас подниматься с колен из лозеров и показывают все интереснее и интереснее игру с каждым шагом. И фиг его знает, чем еще закончится для них это путешествие. MVP тоже не подарок. Я бы посмотрел, кстати, финальчик. Вот в финале лозеров MVP Phoenix Virtus.pro, а потом гранд-финальчик Virtus.pro против CD-И-Си. Было бы интересно. Я вот ехом прям хочу и Virtus.pro посмотреть в финале. Кстати говоря, вот интересный момент. Хотелось бы отметить, насколько были сильные китайские квалификации на Интернешнл. Мы отмечали это еще на квалификациях, на которых мы работали. В общем, таким же составом. И даже Андрей у нас появлялся иногда. Но насколько сильной все-таки оказалась она? Две команды оттуда. Одна уже в топ-3, другая уже в топ-6. Это просто невероятно. Ну, квалификация именно сильной не была. Они поднялись по ходу чемпионата, по ходу этих тренировок. Когда они тренировались, квалификация не была такая сильная. Вот какую игру показывают они сейчас, и какую игру они показывают квалификации, это небо и земля. Ну, естественно. Кстати, сравнить результаты команд, прошедших квалификаций, европейская, самая худшая. То есть к топ-1 квалификации это топ-16, а топ-2 не вышли вовсе. Американская команда топ-1 занявшая, она и то выше поднялась. Европейская квалификация была похожа на полнейший балаган. Это мы отмечали на квалификации. Это верно. И тем не менее, комплексити молодцы. Безусловно. Отличный. Отличный перформанс. Отличный результат для такой команды, настолько молодой, где люди и года, года не играют не просто в профессиональную доту, в доту, они играют меньше года. Ну, несколько игроков оттуда. Обратите внимание, то есть какого результата можно добиться за год, если реально тренироваться и желать победы. Давайте перейдем к следующему матчу сегодняшнего и последнему матчу сегодняшнего дня. Это полуфинал винеров. Evil Geniuses против Ye Home. Честно говоря, для меня, несмотря на большое переживание за команду Virtus.pro, эта игра самая интересная игра сегодняшнего дня. Потому что и Ye Home, и Evil Geniuses показывают отличную игру. И на столкновении, за столкновением этих двух коллективов будет наблюдаться очень и очень интересно. И Хоум уже встречались с Evil Geniuses в рамках группового этапа. Были они в одной сетке. И, собственно, там встреча закончилась до 1-1. Кстати, Virtus.pro цедакта обыграли 2-0 в группах. Был такой. Но кто сейчас вспоминает эти группы? Ну да. Мы вспоминаем, ты только что вспоминаешь. Собственно, группа является неотъемлемой частью нашего турнира, поэтому мы, конечно, вспоминаем группы Virtus.pro. Молодцы. Ну а о Virtus.pro мы завтра будем разговаривать много, я полагаю. А сейчас Evil Geniuses против Ye Home. Давайте вспомним, кто же играет в команде Evil Geniuses. Для тех, кто, возможно, не знает, для тех, кто, возможно, забыл из-за того, что уже, наверное, часов в 5 или 6 утра сейчас в Москве, в Киеве, в Минске. Aoi 2000. Aoi 2000. Бывший игрок Cloud9. И, как выясняется, судя по всему, тащил Cloud9 вверх, ввиду того, что как только он покинул команду, все стало плохо. Fear, Sumail, 16-летнее дарование Evil Geniuses PPD, бессменный капитан и великолепный стратег. А также Universe, один из самых олдскульных игроков команды, наравне с Fear, играет тысячу лет, суперопытный, тащит на своем хребте частенько игры. Очень хороший состав. Вот у Universe звездочка стоит, хотя чисто технически на первом интернешнле он не играл. Он там был, но не играл. Не завидуя его. Кстати, Fear играл в той же команде, команде Online Kingdom. И вот они вновь играют вместе. Мы их как раз выбили тогда с интернешнла, и я помню, как еще в фильме Free to Play, там показывали нас, и я там как раз еще что-то то ли кричу, то ли типа того, и из разряда плохие русские вот эти выбили американцев, победили. Типа Bad Russians, там так это обставлено забавно. Ну, нормальная такая катка была, я помню. Я тоже помню, да, было действительно прикольно. А Андрей помнит? Да, я помню. Молодец. Хорошие времена, хорошие времена тогда были. Ладно, давайте разговаривать про команду Evil Geniuses. По ходу турнира, по ходу плей-оффа, что мы можем отметить у этой команды, Егор? Ну, мы можем отметить, что они в последнее время вообще на групповой стадии, в стадии плей-оффа очень уважают саппорт Нагу. И в первой стадии они ее все время забирают для своего игрока. А четвертый позит Сауи-2000. ППД все время бегает без шмоток, так сказать, защищает и оберегает всю свою команду. Фир тащит, Сумаил тоже тащит, Юниверс тоже тащит. Собственно, гениальные стратегии от ППД. Они придерживаются все время своего стиля, они все время уверены в том, что они делают. Вот вчерашняя игра против Call это показала. То есть Call их пушат, но настолько чувствовалась уверенность в действиях команды EG, что ты понимаешь, что эта команда заслуживает быть в топ-3. Собственно, она там и окажется, если выиграет сейчас E-Home. Но E-Home тоже не подарок. Ты большой фанат ППД и его стратегии. Я большой фанат ППД, да. Я это не скрываю, я все время говорю. Я вообще считаю, что EG выиграет International, на самом деле. Ну, я так до этого считал. До International, собственно. До того, как CD и C выбивают LGD с расчетом 2-0. Тут Allianz, тут EG. Ну, просто нужно же как-то за слова-то отвечать, поэтому... Действительно. И действительно. Андрей, что ты можешь дополнить про команду Evil Geniuses? Что я могу дополнить? Я могу дополнить, что в большинстве случаев в победе команды принимает непосредственно свое участие, мне кажется, процентов 50, наверное, Сумаил на своем личном скилле, как в папчике, бегает туда-сюда. Конечно же, это не потому, что он один всех тащит, они такие себе. Просто игра построена на мидера. Игра построена на мидера, и приятно смотреть за игрой этого молодого дарования. Коллеги, есть что дополнить? Или мы можем переходить к команде Yahoo? Ну, когда против EG играешь, тут нужно быть собранным от начала до конца, вот именно начиная с драфта, потому что вот этот товарищ, который нам только что показали, ППД, он может уже развалить тебя на драфте. И, в принципе, помощи своих тиммейтов и не понадобится. Ну так, просто закрепить результат 15 минут. Реально очень большой полгероев этой команды, что вот, Егор правильно сказал, они могут играть и от НАК, вплоть до минеров. Команда E-Home, половина состава молодые ребята, половина состава не такие молодые ветераны. International YJ, первое появление. Это молодой игрок. Сетевой. Сетевой тоже молодой, но очень опытный персонаж, который долгое время пытался пробиться в какую-нибудь сильную команду. Санейка, похоже, был. Наконец-то повезло. DDC, участник всех International, судя по звездочке, долгое время играл в LGD эротики. Участник бесконечного количества команд в Китае и вице-чемпион прошлого интернешнла. Вице-чемпион хардлайна, я бы сказал. Ну и Ланэм, конечно же. Куда же без Ланэм? Конечно же, Ланэм это тоже участник кучи разнообразных команд за всю историю китайской доты. Получается очень серьезный микс молодых и старых игроков, который отлично сыгрался благодаря своему капитану Ротти Кею. А где у вас планка вот этого молодого возраста? До 20 лет? Наверное, да. Я смотрю на шестиугольник сил, который мы сделали для Yahoo, и немножечко мы, по-моему, слабенько. Надо сравнить нам шестиугольнички. У EG супер все хорошо. Там 10,9 просто, все съезд сразу. Оп, поедает. Но не так, чтобы, смотри, саппорты, они у нас как бы примерно равны. Но, конечно, по многим показателям, E-Home чисто по результатам своим они проигрывают. Ну, в общем-то, это и неудивительно, потому что E-Home ту же группу закончили с кучей ничьих, у них там мало побед было. И вот Genius поуспешнее выступали. И тем не менее, стратегии на плей-оффе E-Home показывают весьма-весьма интересные. То есть, это была первая команда, которая, в принципе, на плей-оффе показала нам Феникса. То есть, это первая команда, которая его пикнула. Ну, Night Stalker тоже. Night Stalker это вообще чуть ли не единственный пик. И вот тут вот возникает как раз-таки некоторый вопрос, кто победит, E-Home или Will Geniuses. И если ты спросишь меня, Иван, а я спросил сам себя, то я отвечу. Я ставлю тут на E-Home. И не потому, что я фанат китайской доты, что является фактом, но потому, что E-Home на самом деле являются командой, которая очень неплохо умеет наказывать за терпельство. Они это показали в игре против Secret. Они это показывали и до того. И, естественно, это отчасти из-за того, что там играет мистер Рокки Кей, который наказывал на прошлом интернете, что ли, половину команд за терпельство. Наказал в итоге всех, кроме директора, который наказал в итоге его самого. А какой счет? Какой счет? Я думаю, 2-0 этот. Но, точнее, Evil Geniuses, они как раз-таки, не то чтобы они терпил, и все время играют в фарм, но они к этому стремятся. Они любят пофармить. Они не очень любят агрессировать и воевать вначале. Думаю, что E-Home этим не применят воспользоваться. Ну, раз мы уже заговорили про прогнозы, давайте все сделаем прогнозы на этот матч. Сережа, ты последний. Все время забываю. Егор, как ты думаешь? Ну, в свою очередь, я как раз-таки глор ЕГЭ, в отличие от Ярослава, который глорит за китайскую доту. И хотел бы я, конечно, чтобы ЕГЭ победили, но у меня такое предчувствие есть, что все-таки Рот собрался. И, как правильно сказал Ярослав, за терпельство Рот наказывает. А с приходом Ауи, PPD перестал упарываться в пуш, который он так любил. И он был бы тут неплох на этом интернешнле, но предпочитают они фармить. Мне кажется, что Рот этим воспользуется и продавит. А вот 2-0 и 2-1, ну, пусть будет 2-1 в пользу E-Home. Вот так вот. Андрей? Ну, я, на самом деле, как и в прошлом матче, я понятия не имею, кто выиграет. Аналитик. Ну, нет, на самом деле, я объясню почему. Дело в том, что это уже, блин, топ-8. Это топ-8 интернешнла. Здесь каждая игра, это не то, чтобы вот эти вот ребята в прошлое сыграли так, а вот эти ребята в прошлое сыграли так, поэтому выиграют эти. Нет, тут команды готовятся друг к другу конкретно. И тут зависит не от того, у кого какой был перформанс, а кто кому подготовился, кто какую стратегию выбрал, какую работу над ошибками сделал и так далее и тому подобное. Нельзя. Я не могу сказать, кто выиграет. Я просто сделаю пик. Пускай выиграют с C9. А может лучше Na'Vi тогда? Ну да, было бы норм сейчас, если бы Na'Vi прям ух. Я проголосую за ЕГЭ. Ноль. Ого! Ничего себе, Андрей. Ну хорошо, я все записал. Поддержу Андрюху, только не 2-0, наверное, а 2-1 на ЕГЭ. У нас есть все варианты. Кто-то заработает 2 очка. Отчетчики, студиоаналитики уходят в любом случае. А что же думаете именно вы, дорогие зрители? Заходите. Не пейте пальцем в зрителей. Да. Вы, дорогие зрители, заходите. На самом деле мы так сделали, чтобы просто у нас была 100% вероятность заработать 2 очка, и чтобы зрители нас не опередили. Да, да, да. Хитрохи. Вообще-то кто-то точно заработает 2 очка за сегодняшний день. Пока, кстати, по очкам все очень плохо. Вырываются в лидеры у нас Андрей с 3 очками и зрители тоже с 3 очками. Вот оно как, зрители нас овнят. Ну, что поделать, зрители тоже хороши. Зрители не тоже хороши, зрители очень хороши. И, естественно, лучше нас. Ну, в любом случае, вот нас тут четверо, а зрителей сотни тысяч. В любом случае, среди них не просто несколько, среди них сотни тысяч людей лучше, чем мы. Понятно. Вообще, примерно так оно и есть. Вы у нас самые лучшие зрители. Чувствую сарказм я в ваших речах. Мне кажется, есть много таких сидят домашних вот этих. Диванная аналитика. Диванная аналитика. Да, да, и сидят, и анализируют тоже. Мы, типа, барностульные аналитики, чтобы делать. Барностульные? Ну, раз, ну да. Или на горшках они сидят в детском саду. Да, Егор, все хуже и хуже. Протекает наше общение ближе к концу игрового дня. Вроде бы команды были уже вот в кабинках, но игра пока не стремится к началу своему. Там зрители уже волну пускали сейчас в зале. Играют именно в джиннисус. На стадионе волну пускали? Да. Играют и в джиннисус. И, конечно, сейчас будет разрыв. Вообще, я очень хочу посмотреть на то, что будет в субботу, воскресенье, выходные дни. Когда особенно, если там где-то будут играть и в джиннисус, в финале, может быть, я думаю, стадион будет так взорваться, что нам позавидуют футбольные матчи. Ну, вот Вилат уже пишет в твиттере как раз, что сзади него сидят фанаты и кричат уже USA, USA, но это дефолтное, интернешнлское. Ну, знаете, я вот вспоминаю финал прошлого интернешнл, и, в принципе, поддержка обоих коллективов тоже была на высшем уровне. И зал в целом был на 90% полный. Так что тут не только в ЕГЭ дело. Тут, в принципе, люди горят дотой, люди любят эту игру. Люди билеты купили за полгода, поэтому как-то глупо не приходить на финал. Сюда приходит очень много людей, естественно, съезжаются практически со всего света, по факту фанаты. Тут и вот из СНГ будет много всех людей здесь. Я вот, кстати, читал вчера в твиттере, вы искали людей из СНГ, вы нашли хоть какую-то группу людей? Много людей писало в твиттер, ну, немного, некоторое количество людей написало, что вот они здесь, но как бы мы пока не нашли. На самом деле времени нет просто отлучиться, где-нибудь устроить небольшую встречку. Может быть, найдем. Некоторые ребята к отелю приезжают, там фотографируются, там общаются, если есть возможность. Я вчера шел в отель вместе с Сашей хвостом, и там проходили пару фанатов, которые кричали, Саша, я тебя люблю. Либо они слишком хорошо выучили эту фразу, либо действительно люди разговаривают. Либо действительно люди любят Сашу. Ну, то, что Сашу любят, тут сомнений вообще никаких нет. Я не думаю, что в студии аналитики есть хоть один человек, который не любит Александра Дашкевича. Таких, наверное, нет. Я люблю. Я люблю Сашу. Хватит на меня так смотреть. Пожалуй, так плечами просто. Ну что, у нас команда по-прежнему готовится, все еще не может начаться матч. Он начинается, на самом деле. Начинается? Да, он потихонечку начинается. Потихонечку начинается. А значит, что буквально через несколько секунд у нас за спиной, по традиции, появятся пики. И я увижу в бане Лешерака. Как же я хочу увидеть его в пике, а не в бане. Традиция сохраняется. Да. И вот гирокоптер пока от Evil Geniuses ради Христа. Ну, просто у них первый пик, поэтому они хотят заполучить Лешерака. Ну, конечно, никто не будет банить Лешерака в здравоумерно, имея первый пик. Зачем это нужно? На, гаси, да. Может, это не будет Лешерака? Смотрим. О май гад. О боже. С опасным моментом. И ты вообще понимаешь, что если они отдают Лешерака, я уверен, что это будет пуш с пугной. Да нет. И при чем здесь это? Ну, вообще, если ты запушить Лешерака, берешь на ФП Лешерака, можно взять там что-то и... А, контр. Контр, контр. Тогда, да. Отдаешь Лешерочка и пугнича, и пакет. А, они отдают. А, это штат и вы ждет. Лина на ферст пику, ей вывел Джейнс? Нет, у Кукули Шерака. Очень странно. Так, я не понимаю, почему Квапу решили именно забыть сегодня. Просто сегодня забыли. Сейчас, может быть, вспомнят Ани Рудикей. Я про китайскую грендущую серию. Идет анализ непосредственно каждого игрового дня. Аналитиками, которые приезжают вместе с командами и анализируют игры. Также с тренерами, также сами игроки смотрят на игры. И понимают, что КПД этого героя слабоват. Поэтому можно пикать другое и, в принципе, неплохо себя чувствовать. Дарксир и Виктор Виверна. Причем Виктор Виверна взят даже без пока еще наличия каких-то физдамагеров. Просто так, что было. Он мутил камбу, и все. Уже есть камба. Ну, вообще, да. Он пикнул хорошую камбу, очень, надо сказать. Но все-таки Виктор Виверна, это же все-таки не герой одной кнопки. У него же есть больше, чем одна кнопка. Еще три есть кнопки у Виктора Виверна. И все полезные до безобразия. Вообще-то, то, что спинтер-бласт и кулдаун 7 секунд, это действительно безобразно. Герой-безобразник. Ужасный. Ужасный прокат. Не безобразничай. Действительно. Второй пик для ребят из The World Geniuses. И что же это будет? Это Шейкер Лина. Достаточно частая связка героев. Два любимых героя Дрэд Эсбека. Да, Андрей? Ну, я тогда уже понимал, Ярослав, потенциал этих персонажей. Сейчас, конечно, уже это совсем не так. В каком году это было? В 2008-м. Это как Ярославу. В 2010-м это было. В 2010-м, 2011-й скорее. А вы не верили? А вы ему не верили? Мы не очень доверяли. Самое забавное в Андрее Голубеве, он же Дрэд Эсбека. Вот если ты будешь когда-нибудь снимать фильм про Дрэда, ты меня спросишь, а я тебе буду рассказывать эту историю. Самое забавное в нем то, что он видел мету на три года вперед и иногда на пять. Но проблема его в том, что герои входили в мету, когда их сильно апали. Но Андрей видел их силу, когда они были в три раза слабее. То есть ту же Лину апнули просто 400 раз. И поэтому теперь ее пикают. Но Андрей видел ее силу и в 2011-м году. Андрей, за право. Обычная математика, ребята. Обычная математика. Это был отличный герой. Просто в то время руки росли у игроков не совсем из того места. Играл на линии ты сам. Лина атаковала как катапульта. Славные времена, я спрошу тебя. Да Дрэгонайд сейчас возьмут E-Home и запушат. Мне кажется, Ротикей, вы только что показывали, он, мне кажется, даже на своих тиммейтов бычет. Да он на всех бычет. Ты понимаешь, что там сказали, вот Элитан говорил, что полностью вообще в вакуумной кабинке. Вообще не слышишь, даже как зал полностью скандирует что-то, ноль вообще. То есть получается, когда Ротикей орет во все горло, а он постоянно там что-то орет, он орет на своих тиммейтов. Потому что всего никто не слышит, кроме них. Нет, еще сотрудник Valve слышит. Ну или Ох, он на него и орет, значит. На него он и кричит. Встал и вышел отсюда. Не стой за спиной, не стой. Сейчас будет обсуждать что-нибудь со своими... Да, Ротикау, он такой, он вообще очень эмоциональный товарищ. Разор Терпларка. Сколько муйков было там на ютюбе. Пусть ему и тяжело дается интервью. Я в трексе присматривал все. Наслаждался этими криками. Пусть ему и тяжело дается интервью на английском, но как только он понял, что можно говорить на китайском... Это для китайца у него неплохо получается. На английском разговаривать, на самом деле. Зная уровень знаний английского у китайцев. Рубик заходит. Это отличный пик против Лина Шейкера. Вообще бомба просто. Куда не нажмешь, на что не украдешь. А в те времена не было Рубика. Не было Рубика, ты прав. И Лина Шейкер были еще сильнее. Намного. Был гэмблер с моделькой Рубика. Ты помнишь, что ли, 2 гэмблера? Еще один парадач. В зависимости от голды. Могу рассказать, кто не помнил. Да, я думаю, многие, кто не знают вообще про это. У него была ульта. Он фармил, фармил, фармил. И вот сколько ты нафармил, тысяч пять, допустим, золота. У него была ульта. Критануть тебя от одного до пяти тысяч. Но был шанс потерять бабки. И вот с каждым левелом ульты шанс уменьшался. Там, по-моему, до пяти процентов на шестнадцатом левеле. Или до десяти процентов. Но приходите на шестом левеле с четырьмя тысячи голды и просто даете крит две тысячи. Да, вы не подумайте. Этого героя не было в классической доте. Это был герой специальным модом. Поэтому... Что? Классический. Кто-то в старсе он был. В какой версии? Я помню просто... Смените ведущего, пожалуйста. Я помню, он был в специальном моде. Он был в специальном моде. Это спустя четыре-пять лет после того, как он был нормальный. Добавили специальный мод со старыми героями вот этими. А на самом деле он был. Он был всего пару версий в шесть бородатых. 6.00, 6.00, 6.00. 13.00 он был. Вообще, если представить, вот такой вот... Как его гемблер Формит всю игру Просто с мидасиками И вот когда в лейте у него уже 6 артефактов И денег там 10 тысяч, 15, 20 Поэтому его убрали Да И добавили дорогих героев типа Рубика Которые могут воровать скиллы Тоже в принципе не очень честно, но почестнее Дазл Для Evil Geniuses они выходят в свой Типичный лейтгейм Сейчас антимага возьмут, я прям как чувствую Драгонайты должны и хомы взять Какого-то такого тащера типа Да хоть луны Ну что-то подобное, что-то тоже с пуш Антимаг, сейчас пик его Genesis Нужно уже думать, либо как пытаться Закончить эту игру рано, либо как воевать С антимагом Можно взять антимага Ага, штормотровать с антимагом Так себе идейка Кажется вот прям намек для ЕГЭ Ну, недолго думал Так себе идейка Драться с антимагом При помощи Шторма Зал скандирует USA Да, действительно Действительно Слишком очень удивительно Дело в том, хоть ИК-арена находится довольно далеко Но нам в наушнике Мы все равно в наушнике слышим Вот это вот скандирование Залетают шельные зрители Бешеного зала Да, действительно очень неповторимое чувство С русским акцентом, конечно Но бешеный фанат какой-то у нас Выбежал на поле Да Но я не знаю Мне кажется, что Яхум загнали себя В какую-то странную очень ситуацию Пропушить они ничего не могут Потому что там Лина Шейкер Это самый замечательный Плюс еще какой-то герой может появиться В лейте драться они не могут Потому что там антимага А у них вообще ничего нет Так, а что осталось из Керрии? В мидгейме тоже не сказать Что у Яхум какой-то дикий прям пик И они будут побеждать Но упор будет Ну ставка будет Шторма Чтоб он собрал То торчит и пошел Ластыка Рикимару Наконец-то Это оно Да, это оно Да Где Рикимару? Слушай, он тут реально Очень хорошо заезжает Но мне кажется, что Рикимару Мы все-таки не увидим на интернешнде Как бы нам не хотелось Да, жалко Луна может быть И это герой Полупуша Полулейта Полу всего Но Даже не знаю Ладно, Рутике нам покажет сейчас Какие у него мысли Не просто так же они брали Шторма Очевидно А Драгонайт-то тебя не устраиваешь Совсем? У меня Не особо Нормальный же парень Ну под Тарксирчик Вот этот Шторм на легкую Йод фармить Все Оркет Вайджейн на Шторме? Да хотите Вайджейн Да не важно Кстати, а почему Никто сейчас Не пробует А нет Я ответил на все вопросы Хотел спросить Почему не пробует Брать Дума против Антимага Но Дело в том Что у Дума сейчас Анимация скилла Полсекунды И Антимаг не будет ловить Эту способность Хотя Дум в принципе Мне кажется Для вот этой Тимфайтовой мета Довольно неплохой герой Хороший персонаж Хороший Залип Залип слегка Ротикей В последний пик Очевидно Он не знает Что он хочет пикнуть И это проблемы Если ты в такой ситуации На последний пик Не придумал заранее Какого-то героя То наверное Ты Может он звонит Тем, что он просто орет На своих тиммейтах Мне кажется Что он знает Очень большая проблема Когда у тебя Четыре мага А против тебя Антимага Это луна Но я не верю В этот пик Честно сказать Посмотрим Очень Очень много Зависит конечно От лайнов От начала середины игры Но Перед их хом Стоит просто Титаническая задача Здесь как-то Попробовать Запушить Пропушить Перепушить Этих линд шейкеров И ласт героя Который я уверен Сейчас тоже будет Какой-нибудь Отспамливающий Это Queen of Pain Последним пиком Для Evil Geniuses Вот где она Егор Вот где она Что же Ребят Начинается Последняя серия Сегодняшнего дня Победитель Оказывается В топ-3 Проигравший Падает в сетку Лозеров Evil Geniuses Против E-Home Матч начинается Прямо сейчас Слово нашим Комментаторам Спасибо Спасибо